Молите сигнал, Тихонич. Боже, милостью будем не грешному. Создав имя Господи, помилуй меня. Бесчиславе согрешил Господи, прости меня грешного, помилуй. Достойно есть яка воистину блажительства Богородицу, пресноблаженную, пренепорочную, Матерь Бога нашего, счастнейшую Херувиму, славнейшую воистину Серафим, безысления Бога, Слово, Рожешу и Сущую, Богородицу Тебе, обещаем. Слава Тебе, Сыну и Святому Духу. И ныне, и пресно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Воскресе из мертвых, Господи Иисусе, Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоя Матери, силы щаснага, жертворящего Креста, святых ангелов наших хранителей, и всех ради святых помилуй. И спаси нас, яко благо виси, человека люби самим. Боже, милостью будь мне грешным, создав имя Господи, помилуй меня. Бесчислависто грешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, вездесущий и весь мир наполняющий, источник благ и податель жизни, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны. И спаси благие души наши. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззакония наши, святые, посети и святые немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Отче наш, Сущий, на небесах, да светится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш, насущный, дай нам на сей день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Мы не вели нас в искушение, но избавь нас от лукава. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки веков. Аминь. Встав после сна, мы преподаем к стопам Твоим благе и ангельскую песню возглашаем Тебе сильной. Свят, свят, свят ты, Боже, молитвуем, Богородицы, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. С постели от сна ты поднял меня, Господи, ум мой, просвети сердце и открою стамы, чтобы воспевать Тебя, Святая Троица. Свят, свят, свят ты, Боже, молитвуем, Богородицы, помилуй нас. И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Внезапно придет Судья, и деяния каждого обнаружатся. Со страхом воскликни в полность. Свят, свят, свят ты, Боже, молитвуем, Богородицы, помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Встал после сна, благодарю Тебя, Святая Троица, что по великой Твоей милости и долгой терпению Ты, Боже, не прогневался на меня, ленивого и грешного, и не прекратил жизни моей среди беззаконий моих. Но оказал мне обычное то человеколюбие и поднял меня, спящего, чтобы принести Тебе утреннюю молитву и прославить могущество Твое. И ныне просвети мои мысли, чтобы мне получаться Слово Твоему, уразумевать заповеди Твои, исполнять волю Твою, открою стамы, чтобы прославлять Тебя в благодарном сердце, воспевать Святейшее Имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 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 Придите, поклонимся Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем к самому Христу, Царю и Богу нашему. Псалом седьмой. Псалом седьмой. Господи Боже мой, Господи, я уповаю, спаси меня всех гонителей моих и избавь меня. Да не исторнет он подобно льву души моей, терзая, когда нет избавляющего. Господи Боже мой, если я что сделал, если есть неправда в руках моих, если я воплотил злом тому, кто был со мной в мире, я, который спасал даже того, кто без причины стал моим врагом, то пусть враг преследует душу мою и настигнет, пусть втопщет в землю жизнь мою и славу мою повергнет в прах. Восстань, Господи, во гневе Твоем, подвигнись против неистовства врагов моих, пробудись для меня на суд, который Ты заповедал. Сонм людей станет вокруг Тебя, над ним поднимись на высоту. Господь судит народы. Суди меня, Господи, по правде моей, по непорочности моей во мне. Да прекратится злоба нечестивых, а праведника подкрепи, ибо Ты испытуешь сердца и утробы, праведный Божий. Щит мой в Боге, спасающем правых сердцем. Бог судей оправедный, и Бог всякий день строго взыскивающий, если кто не обращается. Он изощряет свой меч, напрягает лук свой, направляет его, приготовляет для него сосуды смерти, стрелы свои делает палящими. Вот нечестивый изощал неправду, был чреват злоба и родил себе ложь. Рыл ров и выкопал его, и упал в яму, которую приготовил. Злоба его обратится на его голову, и злодействие упадет на его теме. Славлю Господа по правде его, и пою имени Господа Всевышнего. Господи Божий наш, как величественное имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес! Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу ради врагов Твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя. Когда взирая на небеса Твои и дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его, и Сын человеческий, что Ты посещаешь его? Немного Ты умолил его предангелами, слабую честью увенчал его, поставил его владыкой над делами рук Твоих, все положил под ноги его, овец и волов всех, а также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских, все приходящее морскими стезями. Господи Божий наш, как величественное имя Твое по всей земле! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже! Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже! Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже! Боже, очисти меня грешного, ибо я никогда не делал ничего доброго пред Тобою, избавь меня от зла, и пусть будет во мне Твоя воля. Дай мне, не подвергаясь осуждению, открыть мои недостойные уста и восхвалить Святое Имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Отстав от сна, я посреди ночи приношу Тебе песни спаси, и припадай к стопам Твоим, взываю к Тебе, не дай мне уснуть в греховной смерти, но сжалься надо мною добровольно распявшийся, скоро подними на беспечно лежащего, и спаси меня, стоящего пред Тобой на молитве, и после сна ночного пошли мне ясный безгреховный день Христи Божий, спаси меня. Владыка, человеколючий, встав после сна, я спешу к Тебе, и по милосердию Твоему принимаю за угодные Тебе дела. Я молюсь Тебе, помоги мне всегда и во всем, избавь меня от всякого зла в мире, от дьявольского искушения, и спаси меня, иди в царство Твое вечное, ибо Ты мой Творец и Источник, и Податель всякого блага. На Тебя вся моя надежда. Я возношу Тебе хвалу ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи. Аминь. По обильной Твоей благости, по великому Твое милосердие, Ты дал мне работу Твоему прошедшее время этой ночи провести без напасти и всякого вражеского зла. Ты сам, Владыка, Творец Всего Сущего, достой мне присвятить Твою истину и с просвещенным сердцем исполнять Твою волю. Ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. 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 Господи, Северный Боже, сил бесплотных и всякой плоти, на высотах небесных живущие, озирающие долы земные, наблюдающие сердца и помыслы, ясно ведущие тайны человеческие, изначально вечный и неизменный свет, который не оставляет затененного места на своем пути. И сам, Бессмертный Царь, прими моления наши, которые мы в настоящее время надеемся на обилие сострадания Твоего, творим Тебе из нечистых уст, и прости нам прегрешения наши, совершенные нами делом, словом, мыслью, вольно и невольно, и очисти нас от всякой нечистоты плоти и Духа, и дары нам с бодрствующим сердцем и трезвенную мыслью прожить всю ночь здесьнежземной жизни в ожидании наступления светлого и славного дня, второго пришествия единородного Твоего Сына, Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, «Когда, общий судья, придется славу задать каждому по делам его, то найдет он нас не лежащими сонами, но бодрствующими и восставшими среди исполнения заповедей его, и готовы войти с ним в радость и божественный чертог славы, где непрестанны голоса торжествующих и невыразима радость велищих несказанную красоту лица Твоего, ибо Ты – истинный свет, просвещающий, освещающий весь мир, и Тебя воспевают все творения в веки вечные. Аминь». «Аминь». «Святый ангел, поставлю наблюсти мою бедную душу и несчастную жизнь, не оставь меня грешного и не отступи от меня за невоздержанность мою. Не дай возможности злому демону подчинить мне себе посредством этого смертного тела. Возьми крепко несчастную, опустившуюся руку мою, и выведи меня на путь спасения. О, святой ангел Божий, хранитель, покровитель бедной моей души и тела, прости мне все, чем я оскорбил Тебя во все дни жизни моей. Если я чем согрешил в прошедшую ночь, защити меня в настоящий день. И сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом. И молись за меня, Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе Своем и садил меня рабом, достойным Своей милости. Аминь». Пресвятая Владычица Моя Богородица, святыми Твоими всесильными морбами, отгони от меня ничтожного и несчастного раба Твоего. Уныние, забвение, неразумие, нерадение, и всескверные, лукавые, хульные помышления от несчастного моего сердца, помраченного мамы его. «И погаси пламя страстей моих, ибо я нищий слаб. Избавь меня от многих губительных воспоминаний и намерения, совади от всякого злого воздействия. И вот ты, благословя нам всех родов, и Твоя претеста имя славится во веки веков. Аминь». Аминь. Аминь. «Молите Бога о нас, святые угодники Божии, ибо мы усердно к вам прибегаем, как скорым помощником и молитвенником о душах наших. Богородица Дева радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты между женами, благословен плод чрева Твоего, ибо Ты родила Спасителя душ наших. Спаси, Господи, людей Твоих, благослови принадлежащих Тебе, помогая православным христианам побеждать врагов и сохраняя силой креста Твоего, церковь Твою. Спаси, Господи, помилуй самого духовного Игнатия, родителей моих, братьев, сестер, батюшку Иакима, родственников, начальников, всех ближних моих, друзей, всех православных христианам. Подай в Твои земные и небесные блага. Не лишай милости Твоих, посети их, укрепи силы Твои, дар им здравия, спасения души, ибо Ты благ и любишь людей. Аминь». Упокой, Господи, души усопших, рабов Твоих, родителей, родственников, благодетелей, всех православных христиан. Прости им все и грехи, вольные и невольные, дар им Царство Небесное. Со святыми упокой, Христе Божие, души рабов Твоих, прадцев, отцов и братьев наших, там, где нет ни болезней, ни печали, ни душевных страданий, но жизнь бесконечная. Воистину достойно прославляй Тебя, как Богородицу, всегда блаженная и пронепорочная, Матерь Бога нашего. Мы величаем Тебя, как истинную Богородицу, родившую без болезни Бога Слово, достойной большей почести, чем фирургим, несравненно славнейшую, нежели Серафиму. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитву ради Пречистой Твоей Матери, преподобных богоносных отцов наших и всех святых. Помилуй нас. Аминь. Боже наш, милостивый Небесный Отец, помилуй детей наших, за которых мы смиренно молим Тебя и которых предаем на Твое попечение и защиту. Вложи в них крепкую веру, научи их благоговитой Тобой. Удостой их крепко любить Тебя, нашего Создателя и Спасителя. Направь их, Боже, на путь истины и добра, чтобы они все делали во славу Твоего имени. Научи их благочестиво и добродетельно жить, быть добрыми христианами и полезными людьми. Дай им здравия, душевный и телесный успех труда. Избавь их от хитрых кознек дьявола, от многочисленных соблазнов, от скверных страстей, от всяких нечестивых и беспорядочных людей. Ради Твоего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, по молитвам Его Пречистой Матери всех святых, приведи их к тихой пристани Твоего спасения. Чтобы они всегда со всеми праведными всегда благодарили Тебя с единородным Твоим Сыном, уже творящим Твоим Духом. Аминь. Господи Божий наш, возри на детей наших. Не спошли на них духа премудрости, разум и благочестия. Просвети их светом Твое благоразумие, чтобы они скоро разумели, усвоили изучаемые предметы, употребили их на благо Твоей Церкви, на пользу ближнего, а своё спасение. Потому что Ты источник премудрости, Тебе слава во всем всегда, ныне и пресной, во веки веков. Аминь. Аминь. Давайте дальше. Молитесь. Спасибо, Господи, Благодетели, Митрополита Илариона, Епископ Евтихий, Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антония, Священарей Акима, Павла, Динадия, Сергия, Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амросия, Вадима Засима, Олипи, Андрея, Максима, Владимира и Глеба, не дай погибнуть, Диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, Пископ Максима, Митрополита Сергия, Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Деодора, Тихона и весь священниче с Киночей с Кичин и высшие истинные служители, миссионеры, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. Дай нам еще и священникам, что угодно тебе. С мире власти и воинств, их наведи страх твой на них и через них сотвори полезное для церкви твою, сохранив от покушения на них. Владимира, Деметия, Дональда, Рамзана, Владимира, Эрдогена, Амана. И нас по милой милости Твоей ради. Дарим мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет. И научи нас ценить это мирное время. Слава Тебе, Господи, за тихую и мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить наши таланты, дарованные Тобой. Из-за всего пошли нам добрых помощников, наставников, советников. И сохрани нас от всякого рода зла и греха. И этот день да будет весь посвящен прославлению имени Твоего и дел Твоих дивных и непостижимо страшных. Господи, сохрани нас здесь и селение наше от пожара, от воров, от нечистой силы, живущих там Андрея, Игоря, Игоря Серапима и сына Ивана. Владимира, обрати. Людмила, Любовь, Владимир, Алексей, Иосифов. Причи добрые жители с детьми, знающими, любящими уставы твои. И сохрани школу. Спаси, помилуй, Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Чадович, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Алектину и Рашир, пределы общих. Спаси, помилуй, Валентины, Екатерину, Мадежду, Евгене, Наталью, Астасии, Романов, Михаила, Нину, Анну, Юрия, Рахиль, Ездру, Екатерину, Екатерину, Валину, Александра, 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 Сергея, 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 Господи, возри на угрозы врагов, моих пакости, и все сотри из памяти людей, твори моими беззакония, и не дай им погибнуть, и в судный день не помяни их безумия, Александра, Александра, и в суде Максима. Пощади наших благодетель, воздаем добром, прошим спасение твое святое, Елену, Людмилу, Евгению, Евгению, Наталье, Надежду, Юрию, Расскому, Главную, Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, посети Господи болящих, дай силу перенести все безропотно, пошли мы в исцеление твое святое, Валерия, Илариона, Кирилла, Надежда, Нианилу, Нианилу, Александру, Александру, Марию, Валентину, Валентину, Татьяну, Анастасию, Младенцу, и нас помилуй, милости Твоя ради. Благодарю Тебя, Господи, за здоровье, за болезни, за друзей, за врагов, ибо по Твоему благоволению все это может оказаться на пользу. Аллилуйя! Найди отступников, возврати их на путь спасения, Николая, Михаила, Александра, Юлия, этого Алексея помилуй, вразуми, дай ему страх Твой святой, и освободи его от этих обольстителей, которые облепили его со всех сторон. Будь милостив к нему, Господи, иди, Таева, исцели, если угодно, воле Твоей святой, его исправь. Да не ожесточиться, он против истинной обличения. Слава Тебе, Боже наш! Воздай добром всем, кто помогает нам для многих говорить, и обещать Слово Твое. И сохрани наше сокровище в интернете, и книги здесь, и в пути. И еще из них найди новые души. И благослови трудящихся, Игоря, Юлия, Дмитрия, Виктор, Сергея, Сергея, Андрея, Андрея, Валентина. Найди все наше раствое, и дайте Валентину, Ирину, Татьяну, Марку, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну. Помилуй, Господи, Помилуй, Господи, Спаси и сохрани. И от пьянства избавлю Павла, Михаила Андрея, Владимира Александра, Игоря, путешествующих, Раиса, Льва, Виктора, Виталия, Спаси и помилуй. И Романа освободи от духа лжи и упрямства, не дай ему погибнуть. Брагослови Никиту и Виталий, дару его полностью рождению и любовь к тебе. Защити это место, дабы чужие не могли и приблизиться к нему. Хвала тебе, наш Господь. Обратите Мафея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Симона, Леонтия. Слава тебе, Христе Божий наш. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава тебе, наш Бог Егова. Авва, Отче. Свят, 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 Господь Сававок. Вся земля полна славы Его. Аллилуйя. Слава Вышнему Богу на земле мир в человеках благоволения. Аллилуйя. Благодарю Тебя, Господи, за тот день, в который дал мне веру в Тебя. Страх пред Тобой и ожидание суда Божия. Это дар небесный. Благодарю за день, в который дал мне святую Библию, указал на толкование святых отцов и на каноны церкви, как на истину. Аллилуйя. Воздай вечности добром всем трудившимся на возрастание моей души в Тебе. Марию, Степана, Александра, Михаила, Анну. Аллилуйя. Пресвятая Госпожа Богородица, Пресно Дева Мария, Матерь Христа Бога, нашего спаси нас с молитвами своими. И воздай вечности добром помогавшим нам в путешествии Павла, Зинаиду, Владимира, Дмитрия, Сергея, Людмилу, Надежду. Ты их всех знаешь, Господи. И посеянное нами дадас обильный, добрым сходой урожай. Аллилуйя. Ангел Христов, Хранитель мой Святой, моли Богом, не греющим. Благодарю Тебя, мой ангел, сколько лет Ты хранил и защищал от видимых и невидимых опасностей. Прошу Тебя, мой ангел, не покинешь смертный час, когда душа будет разрушаться от тела. И проведи душу мою по мытарствам страшным и непонятным. И веди на веки вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя. Помоги нам в радости достойно встретить Пасху Христову. Найди новая душа и этого Тимура благослови, обратися мирно, иди, Господи, дабы она не верила лже пророкам. Хвора Тебе. Иоанн Треститель, Третьеще Христов, моли Бога о нас. Научи нас, Господи, жить и в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным. Никогда не роптать, никому не завидовать и быть во всем экономным. И уделять из того, что имеем нуждающимся. Не быть бесплодным. Аллилуйя. И укрепи народ Твой, дабы не страшились ни цари, ни начальствующих. Не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обличать. Аллилуйя. Молите Бога о нас, святые пророки Божии, пророки Илья, Елисей, Инох, Моисей, Самуил, Аарон, Ио, Авель, Но, Иосиф, Патриархи, Дезрани, Еми, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Изыки, Иль, Осия, Иаиль, Агей, Сафония, Захария, Малахи, Давид, Нафан, Даниил, Отрок и пророк, Михея, Авраам, Исаак, Иааков, Да исполнит Господь Духом пророческим церковь свою, дабы день прихода, то в наше отшествие не застал нас не готовыми. Но чтобы выше нас трещу Тебе, Господи, с горящими светильниками истинной веры и сосудами полными или добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые ангелы, архангелы, херувимы, сарафимы, сенебесные силы, престолу Божию предстоящие, святые апостолы, Петр и Павел, евангелисты, Матфея, Марк, Лука и Иоанн, да дарует Господь нам жажду исследовать, принимать и исполнять Слово Твое. Ибо через Твои Писания мы надеемся иметь жизнь вечную, и они свидетельствуют о Тебе. Аллилуйя! Будьте Бога о нас, святые мученики и мученицы. Игнатий Богоносец, Поликамус, Минский, Устин, Философ, Космар, Заверий, Стратилат и Иерон, Мученик, Климент Рим, Климент Анкирский, Арфим, Некомедийский, Георгий Победоносец, Пантелеимон, 40 святых мучеников, Царь Николай, Святое Царское Семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял на чертание зверя антихриста. Амфимы, Вениамину, и дай веру у старших родителей за такое воспитание. Молите Бога о нас, Святые Отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоусов, Афанасий Великий, Ипрем Сирин, Антоний, Макарий, Египетский, Макарий, Александрийский, И Сергий Радонский, Степан Пермский, Серафим, Саровский, Антобольский, Анкараштадский, Аншанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай Макарий, Алтайский, Филарет, Все переводчики Священного Писания, Молите Бога о нас, Да сохранись нас Господь в святой православной вере, А замысли ретиков разруши и развеи в ничто, преврати. Аллилуйя! Молите Бога о нас, Святые Жены и Девы, Фекла Первомущеница, Патина Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепетуйя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Магдалина, Мария, Египетская, Прискила, Акила, Абдроника, Юни, Киприяна, Устина, Укрепит Господь и сохранит, и дарует послушание, молчание, целомудрие и стыдливость женам и девам. Аллилуйя! Сохрани их от всяческого поругания. Исправь не покорилась Галина семейства Евгения, Надежда, Святого, Мария Руси. Людмила и Анна, и прими нашу молитву, воздьяния рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей, Господи. И соедини молитву нашу с молитвой всех святых, молящихся к Тебе на небе и на земле, Боже всемогущий, услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. Господи Боже, любящий Отец наш Небесный, мы просим ради Иисуса Христа, ради страдания Его, прими нашу молитву о всех заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй этого Алексея, не дай ему погибнуть. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушай и дослышит раб Твой. Господи, Владыка, живота моего, дух праздности, уныния, любоначаля, празднословия и сребролюбия не дашь мне да уже целомудрия, смиренно мудрия, терпения и любви даруй мне рабу Твоему. Ей, Господи, царю, даруй мне зреть и моя прегрешение и не остужать и брата моего. Благословение сего, веки веков. Аминь. Боже, очистиме грешного и помилуй меня. Боже, будь милостью ко мне грешному. Господи, прости мои согрешения, тайные и явные, в уме и помышлении, в одни и ночи, во всей днежизи, прости и благослови. Благодарю Тебя за все милости, явленные по сей день. Да будет благословен этот день. Хвала Тебе, Господи. Благослови предстоящие встречи и беседы. Аллилуйя. Хвала Тебе за все. Господи, владыка живота моего, дух праздности, уныния, любонощадок, празднословия, сребролюбия не дашь мне. Дух же целомудрия, смиренно мудрия, терпение и любви даруй мне рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй мне зреть и моя прегрешение, и не осуждать и брата моего, якоблагословенности во веки веку. Аминь. Аминь. Всем доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну вот что теперь? Давай, Сергей Павлович, смотри сам. Я тут голубями займусь. Цитата. Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию, познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа. Второе. Тимофея. Вторая глава. Девятнадцатый стих. Дьявол всегда пытается в кавычках улучшить, модернизировать, сказанное Богом, говоря, «Нет, не умрете, но будете как Боги». В Те 3.5. Сыны Дафана Корея живы и ныне душами своими и вдохновляют отрицаться установленной Божественной иерархии. Число 16 глава. Учат о в кавычках великой любви, отрицая страх Божий, что по слову Игнатия Принчанинова есть ложь. Найдет ли Христос веру на земле, когда во второй раз придет на землю судить живых и мертвых? Лука 18.5. Найдет и очень много. Будет мировая религия и искренняя вера в мирового диктатора Антихриста, селящего в Третьем Храме Саламона в Иерусалиме. Тысячи сект с разными, с самыми разными заблуждениями и все в кавычках улучшают веру православную, веру апостольскую, валя свои толкования, правила, обряды вопреки ясного правилу Шестого Вселенского Собора, запрещающему толковать вопреки учению церкви. Предстоятели церквей должны во все дни наипаче же во дни воскресные получать весь клирх и народ славесам благочестия, избирая из Божественного Писания разумения и рассуждения истины и не приступая положенных уже пределов и предания богоносных отцов. И если будет исследуемо слово Писания, то неинако да изъясняют оное, разве как изложили светилые учители церкви в своих писаниях. И сими более да удостоверяются, нежели составлениями собственных слов, дабы при недостатке умения всем не уклониться от подобающего. Ибо через учения вышелеченных отцов люди, получая познание о добром и достойном избрании и о неполезном и достойном отвращении, исправляют жизнь свою на лучшее и не страждут ни дугом неведения, но внимая учению побуждают себя удалению от зла и страхом угрожающих наказаний соделывают свое спасение. Кавычки закрыты. Но всякая попытка реформировать Божье восстановление приводит к проклятию. Едва иеретики кончат приносить свое всесожжение первое царство 13.10 и жертвенники послушание лучшей жертвы и повиновение лучше тука овнов первое царство 15 глава 16 22 стихии изменение даже одного слова в Библии делает человека лжецом цитата не прибавляй к словам его чтобы он не обличил тебя и ты не оказался лжецом притча 36 и губит его цитата и не войдет в него ничто нечисто и никто предан бедности и лжи а только те которые написаны у агнца в книге жизни откровения 21 27 и ересью всех ересей называют ныне ту церковную линию московской патриархии которая официально стала незыблемым их руководством со дня принятия декларации митрополита сергия в 1927 году когда всеоблеблющая и тотальная ложь стала незыблемым догматом как во взаимоотношениях с внешними так и во внутренней политике патриарха архиереев и почти всех священников патриарх тихон призывал в обращении к верующим цитата заклинаем и всех вас верных чад православной церкви христовой не вступать с таковыми извергами рода человеческого в какое-нибудь общение цитата изверните развращенного из среды вас 1 коринфянам 5 13 такого отношения церковь не выражала еще ни одному правительству за всю свою историю 19 февраля 1918 год патриарх предал большевиков анафеме цитата грех тяжкий нераскаянный грех вызвал сатану из бездны издвигающего ныне хулу на господа и христа его и воздвигающего открытое гонение на церковь только в 1918 19 годах было казнено 28 епископов и 1414 священников а к концу 1922 года 2 миллиона мирян октябрьский переворот ленина и троцкого против слабой русской демократии был бандитским расстреляно на дону 1 миллион 200 тысяч казачьего населения в течение 1922 года погибло 2691 человек белого духовенства 1962 монашествующих 3447 монахинь и послушниц цитата мы должны именно теперь дать самое решительное и беспощадное сражение черносотенному духовенству и подавить его сопротивление с такой жестокостью чтобы они не забыли этого в течение нескольких десятилетий вилл ленин еще цитата чем больше чем большее число представителей реакционного духовенства и реакционной буржуазии удастся нам по этому поводу расстрелять тем лучше писал он и вот этим-то извергам согласились сергианцы не за страх а за совесть служить после ареста патриарха Тихона еще более усилились обновленцы которым советская власть передала до двух третьих всех храмов и они уволили 60 епископов из числа 143 в обновленцы сразу же перешли будущие патриархи Сергий Строгородский и Алексий Семанский патриарх Тихон решил пойти на уступку правительству чтобы получить свободу и спасти не себя а других он писал обращение я раскаиваюсь в этих проступках против государственного строя и прошу Верховный Суд изменить мне меру пресечения то есть освободить меня из-под стражи при этом я заявляю я отныне советской власти не враг несмотря на величие личности и подвига патриарха Тихона с большим сожалением приходится признать что впервые сам принцип употребления лжи лжесвидетельства ради в кавычках спасения церкви был применен в московской патриархии именно им лишь немногие наиболее чуткие христиане понимали страшную опасность выбранного патриархом пути газета известия 5 мая 1923 года писала цитата отдельные лица разделяют ту точку зрения что заявление патриарха Тихона крупная непоправимая ошибка и действительно время показало что ошибка патриарха Тихона послужила лишь отправной точкой для эскалации лжи предела которой не видно и поныне но патриарх Тихон не перешел той границе которая должна была отделять его как главу русской православной церкви от безбожной власти 12 25 мая 1923 года Тихон освободился и потом горько раскаивался в своем в кавычках раскаянии он говорил что если бы он знал насколько слаба была в действительности живая церковь он бы не написал в кавычках исповедь и остался бы в тюрьме в феврале 1925 года патриарх обратился в НКВД с ходатайством о регистрации патриаршего священного синода цитирую но не надо забывать что святой патриарх Тихон был единственным патриархом советского периода при котором церковный народ в целом сохранял свою внутреннюю свободу и чисто православный облик и это было не в малой степени благодаря личному примеру и учению патриарха который прославил мучеников защищал исповедников и предал анафеме и богоборческих коммунистов и еретических обновленцев уча что годы торжества коммунизма были годами торжества сатаны и власти антихриста оживая церковь учреждение антихриста 1927 год 117 архиереев в тюрьмах и ссылках церковная администрация разрушена авторитет церкви как никогда высок вот в такое время к власти приходит незаконно похищая ее митрополит Сергий внедряя в сознание верующих мысль будто христианство по существу не отличается от коммунизма как пишут о том соловецкие узники послание Сергия преследует недостижимую цель установить неслыханный и неестественный союз между безбожной властью и святой православной церковью союз между Христом и Велиаром дьяволом зарубежные епископы писали мы почитаем советскую власть незаконную и небогоустановленную а существующую по попущению Божию ради наших грехов и для вразумления нашего мы называем советскую власть Христа ненавистной и безбожной разрушающую церковь и Россию мы молим Господа чтобы он избавил нашу церковь и Россию от гнета и плена этой власти о декларации митрополита Сергия которой руководствуют которой руководствуется московской патриархией поныне епископ Виктор писал цитата от начала до конца это исполнено тяжелой неправды есть возмущающие душу верующих глумления над святой православной церковью и над нашим исповедничеством за истину Божию а через предательство церкви Христовой на поругание внешне оно есть прискорбное отречение от своего спасения или отречение от самого Господа Спасителя грех сей же грех как свидетельствует Слово Божие не меньше всякой ереси и раскола они сравненно больше ибо повергает человека непосредственно в бездну погибели вы делаете антицерковное обновленческое дело причем вы являетесь создателем самой опасной его формы так как отказываясь от церковной свободы в то же время сохраняете фикцию каноничности и православия это более чем нарушение отдельных канонов 70 российских епископов открыто отвергли путь сергиан декларация сергия это продажа первородства истины за чечевичную похлебку лживых и неосуществимых благ то что обновленцы в открытую поправшие все законы церкви и вступившие в братский союз с большевиками не смогли сделать ибо народ отверг их то смогла сделать московская патриархия постепенно тихо и незаметно проведя полное обновление в церкви обмерщив ее что же стало с теми кто не принял капитуляции пред антихристом они ушли в катакомбы часто священник неся в котомке все необходимое для служения переходил тайно от села к селу теперь когда внешний административный механизм церкви был разрушен ответственность за сохранение огня веры возлагалась лично на каждого епископа а иногда и на каждого верующего связанных со своими собратьями христианами уже только внутренними мистическими узами жизни во Христе цитата может быть настало время когда Господь не хочет чтобы между ним и верующими стояла в церковь как посредник а каждый человек призван стать непосредственно перед Богом и отвечать ему за себя сам как это было при прадцах епископ Дамаскин сознание верующего человека определило что советская власть есть антивласть она не является властью потому что она не учреждена Богом а дерзостно сотворена совокупностью злых действий людей эта антивласть представляет закусток зла сущность ее борьба с Богом поэтому корень ее от сатаны советская власть не является властью потому что она не может по своей природе исполнять в полной мере закон ибо существо ее жизни есть зло цитата если какой злодей беззаконник восхитит сию власть то не утверждаем что поставлен он Богом но говорим что попущено ему изблевать сие лукавство как фараон исидор пелусиот творение часть вторая письмо шестое за период с 1917 года по 1940 205 епископов пропали без вести через них 59 исчезли в 1937 цитата судя по духу времени и поображению умов должно полагать что здание церкви которая колеблется давно поколеблется страшно и быстро Игнатий Брянчанина с 1927 года все епископы русской православной церкви без исключения подбираются советом по делам религий карманная церковь сделалась марионеткой в руках тех кто решил создать церковь по своему образу вот почему те из них кто уничтожал и разрушал расстреливал и клеветал на истинных пастырей и на церковь теперь после выпаривания в пробирках КПСС и КГБ нового типа священства трусливого и на все согласного с безбожными властями теперь когда стали открываться прихода русской свободной церкви яростно защищают патриарших ставленников почему любому человеку без предвзятости рассмотревшему духовного состояния московской патриархии и тех кто не осквернился сотрудничеством с антихристами понятно где божия правда однако власть придержащим ближе и милее именно патриархия им отдают все храмы им помогают захватывать уже те храмы в которых служат находящиеся под юрисдикцией русской зарубежной церкви хранительницы догматической и канонической истины свой своего видит далеко и рука руку моет в открытую вчерашнюю полномоченные по делам религии эти злейшие враги церкви яростно заступаются за благочинных московской патриархии понося зарубежный синод более дикой ситуации не было за всю историю церкви чтобы враги церкви гонители как Нарон Деки Диоклатиан Юлиан награждали христианских епископов своими орденами дружбы народов красного знамени давали им задание защищать их людоедскую политику пред другими государствами или учили бы их лгать что их не гонят за веру за подобные деяния собора отлучали на 15 и на 30 лет от церкви как лютых врагов григорий неокосырийский третье восьмое двенадцатое правило Характерно чатой в патриаршей церкви стало ложь и ложное смирение чей ум и совесть не скривит боль от нескольких выдержек из речей предавших церковь Христову Патриарх Христофор говорил цитирую маршал Сталин троеточие под руководством которого ведутся военные операции имеет на то обилие божественной благодати и благословения патриарх Алексий продолжает самым бесстыдным образом годить фимиам восхвалений тому тирану кому и в аду мало места так по случаю его смерти цитирую его кончину с глубокой скорби переживает вся русская православная церковь которая никогда не забудет его благожелательного отношения к нуждам церковным светлая память о нем будет неизгладимо жить в сердцах наших с особым чувством неперестающей любви церковь наша возглашает ему вечную память вот тот яд лжи и лицемерия которым продолжается отравление душ СССР это сталинско сергиевское симфония разрушения это сатанинское сборище сумасшедших рабов сообщество политических уголовников у государственной власти 73 страшных года создает свою государственную церковь и узкие врата в царство небесное которые отворятся на земле расширились шире врат адовых анархия ума и распад личности идет не только в видеозалах но и в церкви и в самом алтаре когда исчезла граница между светом и тьмой церкви и мира непотребство есть мать голода доколе иудин грех предательство эмпэ не исторгнут будем видеть не сон святых но поле сухих костей языки ли 37 глава но они ненавидят обличающего амоз 5 10 ненавидящие обличение идет по следам грешника а боящийся господа обратиться сердцем сирахом 21 7 и побивают камнями клеветы посланных к ним не говори ради господа я отступил цитата никому не заповедал он поступать нечестиво сирахов 15 11 если епископы не одолели церковь то врата ада не одолеют ее эта граница проходит в каждом богослужении отделяя третью часть литургии троекратным возгласом священника или дьякона оглашенные изыдите кто оглашенные выйдите кто здесь оглашенные выйдите вон из церкви после повеления оглашенным удалиться из храма начинается литургия верных первый том настольной книги священнослужителя страница 306 цитата молитвой о оглашенных священнослужитель просит Господа чтобы он огласил словом истинных тех кто еще не вошли в полное общение с церковью готовясь к принятию крещения чтобы открыл им слово Евангелия присоединил их к святой своей церкви помиловал и сохранил своей благодати молитвы об оглашенных имеют отношение к верным они внушают и им проверить свою совесть достойны ли они присутствовать в храме и молитвенно участвовать в совершении литургии верных литургии верных эта часть называется потому что присутствовать при ее совершении приступать к причащению святых тайн могут только верные то есть лица принявшие православную веру через крещение и оставшиеся верными обетом данным при крещении страница 253 двери двери относилась к привратникам стражам у церковных дверей храма чтобы они тщательно наблюдали за входом в храм и не допускали до того времени кого-либо из оглашенных или кающихся лиц которые не имели права присутствовать при совершении таинства святого причащения страница 263 цитата удаление тех кто не может почитаться верным не просто правила церковной дисциплины в сущности это условие самой возможности продолжения службы соблюдение которого лежит на диаконах они осуществляют наблюдение за порядком службы давая распоряжение прислуживающим повторными настойчивыми распоряжениями удаляются оглашенные но перед этим церковь как исполненная любви мать молитвенно прощается с ними разъясняя смысл этого ухода прощается как с дорогими чадами которых она ждет свою лону достойно подготовленными кто же такие оглашенные как они попали в храм почему они стали предметом такого к ним внимания от окружающего мира с осторожностью подводила их святая церковь к должному пониманию того что является таинственно благодатной основой христианства на многие месяцы если не годы растягивалось приготовление к предстоящему после принятия благодати святого крещения при общении святых тайн ведь надо было поистине переплавить в горниле возгорающейся веры исконное и стойкое языческое самосознание которое одинаково противилось благодатному просвещению как своей материалистической упрощенности так и своей бездуховной утонченности оглашенные были желанными обязательными причастниками божественной службы но лишь до определенного момента когда благоговение к таинству присуществление требовало удаления непросвещенных то есть тех на кого еще не снизошла в таинстве крещения благодать святого духа вот эти то люди не только не чуждые христианству а напротив того сознательно идущие в его объятия но еще не успевшие по своей неподготовленности быть принятыми в луно церкви и именовались оглашенными учили на слух оглашали оглашение было не просто прохождением некого курса наук а было постепенным осторожным посвящением в тайны христианства не подлежащие публичной огласке в мире блаженном чаянии предстоящего совместного прославления святой троицы и расстаются до времени верные соглашенными те избранные которые уже имели счастье обновить свое бытие баню и святого крещения остаются в храме те же кто еще только готовится к просвещению смиренно покидают храм следуя особо торжественному призыву призыву диакона оглашенные выйдите двери двери предлагается проверить снова и окончательно состав молящихся не находится ли кто в храме из непросвещенных чья молитва недостойна слиться с восходящими к небу от лица верных молительным кадилам это забота понятно дело идет не просто об обнаружении единомысля в признании учения принятого церковью церковью о чем-то больше и разве не мудрость церкви сказалось в том что пусть близко совсем близко в притворе у входа стоят оглашенные но вовсе же не здесь с каким благоговением с какой силой упования взирают они на эти двери только что пред ними затворенные за которыми происходит великое тайнодействие и которые в какой-то скорый блаженно радостный день готовы открыться и для них чье благоговение превозмогает тех верных которые сподобляются участвовать в тайнодействии или тех непросвещенных которые в общей толпе запрещенными в слезах покаяния взирающими на временное вплоть до снятия с них эпитемии и для них закрывающиеся двери склоняют свои головы преклоняют колени сердца пред еще близкой святынею Христа посмотрим что творится во всех храмах именно после возглашения оглашенные языки к кому этот возглас диакон стоит лицом к алтарю значит там и находятся оглашенные вопрос но никак не с тем кто толпится в храмах кто вопреки запретам мирянам входить в алтарь ладыки киска 44 45 правила табуня в храмах в храмах в храмах в том, что нет ввода раздела между верными и чуждыми, между своими и врагами. Кто члены церкви? Этого никто не знает. Вот почему над приходами свободной российской церкви нависла смертельная угроза растворения их в той же обмерщенности, что и в патриарших церквах. Самое лучшее положение у тех, кто на новом месте начинает все с нуля. Там может возрожденной пасты провести оглашение, наложение эпитемии, подлинное крещение в три погружения немощения львов по памяти верами. Здесь может быть подлинная евангелизация и подлинное рождение свыше. В худшем положении находятся те из них, кто открыли свой приход там. Где есть по соседству патриаршие храмы. Там большая часть сил будет уходить на борьбу за здание. Еще хуже, когда начнется переход в русскую зарубежную церковь целыми общинами из патриаршей церкви. Здесь часто ничего не меняется, только вместо святейшего поминают блаженнейшего. Еще хуже, когда будут переходить целыми епархиями. И окончательная смерть, когда в московской патриархии пойдут на все требования РПСЦ. Отрекутся от декларации митрополита Сергия, канонизируют новомучеников, выйдут из Всемирного совета церквей, из экуменизма. И все это доброе, без внутреннего перерождения, если будет сделано как политический ход, и тогда у РПСЦ не будет оснований не сесть за стол переговоров. И тогда большинством голосов подавят истину. Истину надо хранить более всего хранимого. А для сего необходимо четвертое условие, чтобы все осквернившиеся сотрудничеством с безбожной, анафематствованной властью архиереи священники ушли за штат или в затвор, как сделал повинный патриарх Павел. 14-й, подписавший еретические документы 30 августа 760-84 года. И потому, быть может, а не только за святую жизнь причисленный к лику святых. Пока проказа греха в сотрудничании с сатанистами не истурнута из церкви. 2 Парлипоменом 26, 16, 23, Исайя 6, 1. И обличаемые гневаются на обличающих, видения и дары духовные отняты от целой страны. 3. Оглашенные изырители – это та непроходимая пропасть между живыми и мертвыми. 4. За ненарушимость границы которой пострадал епископ Вавила, не допустивший царя Номериана в храм. 5. Иоанн Златоуст, не впустивший храм царицу Евдоксию и сосланной ею и умершей в ссылке. 6. Амбросий Медиаланский, запретивший входить в храм самому и православному царю Феодосию. 7. Где были эти Амбросии, Златоусты, Вавилы, митрополиты Филиппы, не остановившие Иванова Грозных, не запретившие ни одному из русских царей и из рода племени стоять в храме и не изгнавшие их за мирской образ мысли жизни. 8. За масонство, за тиранство помещиков, самодурство судей, князей. 9. За последние триста лет, как и у старообрядцев, ни от одного от святителя не было обличения царям. 9. Почему молчали Дмитрии Ростовские, Митрофаны, Иоанны, Серафимы? 10. И не за это ли малодушие священников, архиереев, Бог предсказал им всем гибель? 11. Обмерщение церкви началось в доме митрополита Сергия, а при нем было завершение этой беседы, когда коммунистов допустили в алтарь. Там они выпивали свою порцию вина. 11. Молчать ли о начале отступничества, которое закончится воцарением антихриста, 12. Молчанием же предается Бог? 12. Каются полулживо, но яд лжи отступничества остается нетронутым. 13. Лгали на исповедников и мучеников Христа, утверждая безбожную ложь всему миру, что в союзе нет гонений на верующих. 14. Ложь есть истребление любви. Иоанн Лесточник. 15. Какой муки обрекли себя, сотрудничая с атеистами? 15. Лучше я соглашусь умереть, чем отступив в чем-либо от правой веры терпеть муки совести. 15. Максим Исповедник. 15. Неообновленчество и экуминизм – неотъемлемая часть сергианцев, участников всей ереси на бессовских родениях в Мировом Совете Церквей, этом прообразе Церкви Антихриста. 15. Не называю любовью, но человека ненавистничеством и отпадением от божественной любви, когда кто помогает еретическому заблуждению на еще большую погибель тех, кто держится этого заблуждения? 16. Максим Исповедник. 16. И поныне нет в этом покаянию патриархии. 17. Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован. 17. Открылись кгбевские клички архиереев и благочинных, и их военные звания даже. 18. И вот эти дроздовые, патриарх Алексий II, адаманты, ювеналии, аббаты, петерим, зовут людей к миру, пугают расколом. 18. Да не думают, однако, что всяким миром надо дорожить, ибо знают, что есть прекрасное разногласие и самое пагубное единомыслие. 19. Но должно любить добрый мир, имеющий добрую цель и соединяющий с Богом. 20. Но когда дело идет об явном нечестии, тогда должно скорее идти на огонь и меч. 21. Всего страшнее бояться чего-либо более, нежели Бога. 21. И по сей боязни служителю истины стать предателем учения веры истины. 22. Григорий Богослов 22. А в чине наречения перед Хиротонией в епископы есть исповедание его. 23. Также обещаю, что я ничто не буду делать по принуждению, хотя бы принуждали меня сильные лица или множество народа, и даже если они станут грозить мне смертью, требуя, что я сделал что-нибудь вопреки божественным и священным правилам. 24. Если кто верный был доносчиком, и через его донос кто-либо подвергся преследованию или убит был, угодно, чтобы он не получал причастие даже при кончине. 25. Если дело легче было, через пятилетие он может получить причастие. 26. Если он был оглашенным, то оглашенным по пятилетнему времени допускается к окрещению. 26. Ни одна злоба, ни одна ересь, ни сам дьявол не может никого вольстить иначе, как только под видом добродетели. 27. Постол говорит, что сам дьявол преобразуется в ангела света, поэтому неудивительно, что и слуги его преобразуются в служителей неправды. 27. 2 Коринфянам 11.14. Ава Дорофеи И вот сегодня прирожденные с Иксотой Патриархии лгут пред прихожанами на братья в Теаспоре, что они сбежали за границу, бросив свою паству, а они где тут страдали. 28. По санаториям Христос заповедал бежать, когда гонят в одном городе. 29. Великий беглец сбежал от Ирода в Египет, бросив младенцев. 30. А русские архиереи и священники вышли из России с несколькими миллионами своих прихожан, спасаясь от неминуемой смерти от людоедов. 31. Когда и кто возвестит ныне, что на Руси еще никогда не проповедовалась так Евангелие, как должно? 31. Кто предупредит и научит гнилую интеллигенцию о том, сколько сокрыто иеретического в сочинениях Александра Мене, 32. О заблуждениях отца Сергия Булгакова и о флоренского асофианстве, о нехристианской вере Альберта Швейцера и Эйнштейна, 32. Об антихристе на русской земле Иванове, о безумных теориях воскресить своими сипами умерших, 33. Что распространял ли Эйн Федоров, Циолковский, Вернадский? 34. Твердое слово сказал об антихристе и соблазнителе душ Льве Толстом Иоанн Кронштадтский. 35. Когда же церковь скажет, не прикрывая экономии видеодозволенностью, 36. А устремляясь к акривации строгости по канонам, 36. Называя вторгшиеся в церковь беззакония своими именами, 37. Назвав театр-училищем разврата по златоусту, 37. Уста курящего демонской кадильницы Иоанн Кронштадтский, 38. Причину накрашивания губ лица желанием завлечь чужого самца по Ефрему Сирину. 38. Как говорит Иоанн Златоуст, что если тебе, женщина, Бог не дал красоты, 39. То за полтинник ты ее не купишь, а если дал, то для чего ты замазываешь свое лицо? 39. Пусть муж любуется тобой. 40. Когда же узнают и сами архиереи житие Папы Льва? 41. 18 февраля страница 323. 41. Постол Петр возвестил ему, 41. Я молился за тебя, и отпущены тебе грехи твои, кроме грехов, которые ты совершил при Хаэтане и других на священные степени. 42. Законно ли ты рукоположил кого или нет? 42. Кого, скольких и каких нарукополагали советские архиереи вместе с уполномоченными и КГБ, отдавая направление в семинарии? 43. Архиереи же отвечают за все, что натворят рукоположенные им, говорит Златоуст. 43. Воистину эти жуткие факты, безобразных симоний, поставления за взятки, количество волков в алтаре должны были бы испепелить нашу совесть, если бы их собрать все вместе и обнародовать. 44. Пора, давно пора православной церкви заговорить живым языком покаяния к Богу и проповедью к народной совести, прежде принеся истинное покаяние за свое отступничество. 45. Кто поможет нам в этом? 45. Ни я, ни Бог тебе не поможет, если ты сам себе не поможешь. 45. Сколько преткновений положено пред слепыми московской патриархией. 46. Левит 19.14. 47. Кто уберет камни и вересты соблазна, кто растопит айрсберге лжи, которые поныне делают безжизненной пустыней русское духовное поле, по которому рассыпались иноземцы. 47. А гедеоны сидят в храмах. Судей 6.11. 48. Все на сегодня. 48. Хорошо. 48. Ты там считал слова кривей. 49. А кривей это... 49. А кривей это... 49. А кривей это... 49. Ладно. 49. Чего тут уже гам... 50. Сейчас. 50. 50. 50. 50. 50. 50. 51. 55. 55. 52. 53. 53. CC Payaguras Dog. 53. 52. 54. 55. 65. собранного, я не знаю, есть ли он еще где в интернете так. Не надо забывать, что это говорилось в то время, когда меч до моклов висел на шее. Советская власть. Это моя мама сидела там, где принимает передачки в тюрьме. Ну и слышит, как разговаривает, моего сына ни за что посадили, ни за что. А моя мама говорит, бедные бабоньки, как вам тяжело? Ни за что сидят сыновья. Как все-таки это... А вот моего взяли за что? Как за что? Так он осознался. Так не осознался бы только, а то я благословила его на это. Как они взахались, как начали жалеть ее. Да откуда ты такая? Еще же он такое сделал. Она говорит, о Боге проповедовал. Обличал правителей, обличал священство. А что это такое? Ничего не знают. А мать сидит, класса ни одного нету. И ее допрашивает потом следователь и пишет. Я допрашивал допрос Лапкиной Марии Егоровны. И мать моя говорит. Я подтверждаю, что советская власть самая хорошая. Она этих слов даже не знает. А расписаться дает. Ай-яй-яй. Самая хорошая власть. Когда у нас мать рассказывает, что корову со двора уводили, пришли, забирают корову. Никто. Она против живет. Двор, окно в окно. Кондин. А она мать-то еще может сказать. Корову отнимает. Ребятишек кормить не ищем. Все. И она подбежала, мама моя, корову-то отбирать. А не отталкивает. Так она его пнула, говорит, я его хоть. А потом их вызвали в сельсовет. И сказали, что вас отпустили. А посадили где-то на сутки. Посидели они в каталажке в сельсовете. Распишитесь. Но она там четко рябала. Крестик ставит обычно. Поставила. А там впереди написано, прочитать тебе не может. А там написано, я Лапкина Мария Егоровна корову отдала добровольно для колхоза. И вот с этим они прожили, дорогая советская власть. Самая хорошая на земле. Исследователь расписался. Исследователь-то хороший. Потом крещение принял. Но все равно надо Бога славить. Но все на этом. Начинаем трудиться. Вопросы? Вопросы? Ну что, осталось-то? Четыре, конечно. Ну это еще семь человек. Со мной восемь. Ну что, надо за новый день, чтобы не грешить его, провести чисто. Если не нужен, ухожу. Спаси Христос Богу. Да, слава тебе Господи. И Сергей помещай, где закончил там, отделение сделай, пробел большой, да и красным пометь. Ну что, завтра у нас... Это как-то читает, не выделишь никак. Я написал тебе. Христос умыл ноги ученикам. Завтра, Господи, Владыка Жаватаму, в последний раз считается, кажется, вечером. Ну вот так, что за этой неделе прошедшая-то? Видите, гость у нас прилетал из Москвы. еще и зато получилось. Ну ему хоть кто-то сказал правду. Да, ну все тогда, так хожу. Спасибо.